Кухня ЖКХ Павел Валентинович, что входит в понятие «общее имущество» и как собственники имеют право его использовать? Например, это лестницы, лестничные площадки, лифты, коридоры, чердаки, подвалы, крыши, фасады, награждающие несущие конструкции, земельный участок под домом. Список далеко не полный, есть и другие виды, в том числе и детская площадка, которая находится на земельном участке. Элементы озеленения, деревья, кустарники, газон – это все общее имущество. Право собственности на общее имущество возникает автоматически, без регистрации или специального какого-то оформления. Одновременно с правом собственности на помещение. Предположим, площадь жилых и нежилых помещений в доме 6,5 тысяч квадратных метров. Я просто взял формулу, чтобы можно было наглядно посмотреть. А площадь конкретной квартиры 58,5 квадратных метров. То есть мы 58,5 квадратных метров делим на 6,5 тысяч квадратных метров и умножаем на 100%. И получаем свой процент в общей длевой собственности. То есть это 0,9%. Общее имущество МКД можно использовать двумя способами. Первый – по прямому назначению. Но и в то же время использовать в комических целях. Для этого можно пример дать такой привести. Дать разрешение, например, повесить рекламное объявление в лифте, предоставить продуктову магазину. Там, значит, на первом этаже часть тоже коридора под склад, например, или там подвал. Если он пока еще является общедалевым, тоже сдать его в аренду. В этом случае будут заработать деньги за счет использования общего имущества и будут принадлежать всем собственникам в МКД. Закон позволяет потратить эти деньги по-разному. Забрать себе. Можно опустить фонд капремонта. Доходы эти можно использовать и по жилищно-коммунальному услугам. Или благоустройство при домовой территории. Павел Валентинович, дайте полезный совет жителям в отношении общего имущества. Ну, вот очень часто встречаются ситуации, когда только один собственник считает возможным принимать эти денежные средства. Сам договорился, сам порешал, разрешил магазинчику, там, этому, пятому, десятому, появились рекламы, здесь вот что-то используется. И как бы я председатель, я командую. Такие действия незаконны. Управляющая компания «Актив Комфорт» приглашает к сотрудничеству и взаимодействию жителей, заинтересованных в улучшении комфортности проживания. Адрес улица Роза, Люксембург, 86В, телефон 222-892. Кухня ЖКХ